вот это у нас что это у нас подосиновик соберем подосиновик соберем давай срезаем вот это у нас шапка ножка вот еще у нас целых два вот они где-то на камеру направляю них я не вижу так этот такой нормальный это уже не нормально не в прессе ну что ты там нашла что-нибудь нет давай иди ищи нюхай нюхай ты уже знаешь как грибы нюхать я тебя учил ходи нюхай ходи нюхай в одной грибной группе на фейсбуке в немецкой группе очень много всяких публикаций о том что люди собирают парасольки собирают ложные лисички собирают ложных рыжиков даже хвастаются своими способами приготовления или как парасолька они под низом черные чернилом отливают эти вот мажут грязью так вот по-немецки не нравится шоп в тинтлинге но где моя бака вот моя бака и кстати они вот эти грибы тоже едят блин они их в тесте зажаривают и едят а потом удивляемся откуда случай ботулизма вот эти вот грибы у нас мы обычные люди нифига не едим потому что ну как сказать они они не особо съедобные а некоторые товарищи разговаривающие на баварском диалекте жутко любят их есть кстати вот о птичках что мы сегодня собираем а мы сегодня собираем подосиновики вот какой красавец растет вот какой красавец растет и вот этот красавец сейчас отправиться к нам в сумку сколько тут килограмма два уже будет не чуть меньше но мы еще не закончили мы в начале пути кто-нибудь видит хорошо подсказка подосиновик раз два три четыре эта собака пять шесть шесть подосиновиков вот сейчас мы их и соберем а вот это у нас для любителей глюка но и дных ощущений вот такие вот рыбочки ну их нафиг пусть растут дальше а это у нас собака божака нашла пень с вот такими поганками а там впереди стоит еще один пень с вообще классными поганками а какие некрасивые беленькие и коричневенькие красиво красиво но блин не вкусно нафиг а это у нас кто такой кто-то у нас такой ты нормальный раз проверим а вот у нас спрятались поганочки в мушистом пенечки вот такие зверюки красиво красиво и комары жужжат прям на душами жужжат гады а вот бабака бабака куда пошла это что такое это у нас кто-то а это у нас раньше у нас их называли пороховики и грибочки вот эти вот пороховики но здесь они называются повест есть луговые альпийские они огромных размеров где-то килограмма полтора даже бывает есть обычные лесные и они разных разновидностей есть белые их жарят как шницель на сковороде есть вот такие вот вот такие вот итак смотрим предварительным данным у нас уже примерно 2 килограмма грибочков и это еще не предел наших желаний мы хотим собрать все грибы в лесу ну из тех которые действительно вкусные потому что собирать как я сказал боевые ложные рыжики ложные лисички нам не охота мы собираем самые благородные подосиновики но если попадутся маховики и да вот собака что-то там нашла что ты там нашла и конечно если попадутся белые грибы но к белым грибам это надо идти в сторону дубов где дубы растут жалко здесь у нас нету подберезовиков подберезовики растут севернее а вот это у нас под пенечные поганочки вот такие зверики пусть их ловить сам блин каждый раз хочу сказать лосики пусть их косули едят бака как дела а вот это у нас кто такие кто нам скажет что это такое ладно мы вам сами скажем это черные опята вот такие вот такие и вон там еще есть вот вот такие вот семейства это огромные лопухи под названием черные опята они относятся к категории условно съедобных грибов поэтому желательно их если вы видите в лесу и сомневаетесь лучше не брать а вот это у нас подосиновички вот подосиновичек парасольки парасольки и опять подосиновики сколько у нас ну да уже больше чем два с лишним килограмма почему я с такой сумкой а чтобы любопытные не заглядывали в корзину и не спрашивали что это откуда и где взял так отличненько а какой красавец какой красавица маховичок такой классный ну бася что-то нашла она конечно не свинья чтобы искать трюфели ну вот она увидела огромную поляну с парасольками и вон впереди какие-то непонятные фиг поймешь что это за грибы такие кто такие не знаю да бака вот смотри вот чё ты но тут ну чё ты наступаешь-то на них а ищи нормальные маховики ищи пошла ну вот и все собрали мы сейчас я покажу сколько мы собрали тут около пяти килограмм грибов приблизительно вот такая вот сумочка повторяюсь я не взял корзинку чтобы не было любопытных и известными вопросами а что это у вас как она называется а что с ними делаете и так далее ну теперь идем что там у нас маховичок ну теперь идем домой жарить и мариновать грибы